Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка? Всем привет, вы на канале Против лома. Перед началом видео призываю вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте этот ролик и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Я здесь. Этого достаточно для того, чтобы начать сегодняшний контент. Приехал и внезапно начался дождь. Московская область, кладбище средних советских лет, где-то 60-70-80-е года. Мне написала две недели назад, подписчица, я и не планировал как бы снимать в ближайшее время кладбище, потому что есть контент, который уже мы договаривались, что я буду снимать его для вас. Но здесь такая ситуация получилась. Она написала и мы с ней связались. Она объяснила свою историю. Она 12, 15, 12 лет назад, сейчас уже точно не помню. Вот мы с ней разговаривали только недавно. Она в возрасте, ей за 50. Она написала, что примерно около 15 лет назад она похоронила своего мужа. И как вы знаете, в гроб усопшим кладут какие-то их нелюбимые вещи и так далее и тому подобное. Даже телефоны мобильные. И вот она положила ему телефон вместе с сим-картой. Значит, все активный, заряженный. И вы не поверите, но где-то через два месяца, хотя по идее любой телефон уже должен был зарядиться, ей начали поступать звонки. На протяжении всего времени практически поступали звонки ночью. Именно ночью. Она поднимает трубку и там тишина. Потом, когда она перезванивает, абонент не абонент. И вот она хранила свой телефон, то есть сим-карту не отключала ничего. И на протяжении всех этих лет ей поступали звонки. Она мне написала, мы с ней связались. Я приехал в Московскую область, еще раз повторяю, чтобы вопросов не возникало у вас, где это видео отснято. Я приехал, мы с ней поговорили. Я ей предлагал сегодня пойти, но так как дождь внезапно начался, да и она уже как бы в возрасте, говорит, давай ты сам, ты профессионал, я тебе доверяю. Да, и вот какое она решение предприняла. Она свой мобильный телефон выключила и положила на могилу своего мужа. Я спросил у нее, это давно вообще произошло? Две недели назад она решила это сделать. Ей так посоветовала одна гадалка, что нужно этот телефон положить на могилу и все, и забыть про него, и все прекратится. Вот сейчас пойдем, посмотрим. Она мне объяснила, где это находится. Я на этом кладбище уже, потому что я как бы не последний человек в похоронной индустрии, в похоронном деле. Я здесь уже бывал несколько раз, но видео отсюда не снимал ранее. Ну и она мне как-то объяснила участок, я примерно понимаю, где это находится. Она разрешение дала на съемку, чтобы я пришел, поснимал и разобрался в этом деле. Вот сейчас мы с вами пойдем и посмотрим, что же там на самом деле происходит на могиле ее покойного мужа, который якобы звонил ей из могил. Я такие истории раньше слышал, вы, возможно, тоже их где-то слышали, но здесь конкретная ситуация и конкретно у нас есть человек, который мне об этом рассказал, подписчица моя. Все, поехали смотреть. И она тоже в том числе будет смотреть этот проект, этот ролик мирового уровня, мирового масштаба, поэтому сразу ей передаю привет. Давайте сразу посмотрим здесь вначале какое кладбище, потому что я как-то здесь был пару раз, но именно вот по сфере своей деятельности, по работе. Поэтому как бы я его не изучал, не смотрел, но знаешь, что средних лет оно. Да, и сейчас я к вам еще обращусь. Попрошу то, что никогда не просил у вас, отнеситесь к этому видео, к этому ролику серьезно, очень серьезно. И не пишите глупые комментарии, только хорошие комментарии, а лучше пару комментариев на ход ноги, потому что подписчица будет смотреть это, которая, ну, как не заказала, а попросила снять, разобраться. Ну, в общем, она знает, что я снимаю такой контент, поэтому давайте нормальные комментарии, хотя бы на этот ролик, ни глупости не пишите, не позорьте меня. Так, смотрим, тут уже заброшенные могилы. Кто тут? Бубно Игорь Алексеевич, 1953-1979. Да, она вот подписчица, это тоже очень такой человек, выдающийся. Просто я не хочу раскрывать, у нас с ней договор, но она не последний человек в Москве, скажем так, была и остается. Вот здесь очень старая могила, давайте посмотрим, что и кто здесь у нас. Норвем. Дмитроничева, Евдокия Марковна, 1915-1979 год. 64 года ей было. Так. Нам надо найти могилу ее мужа. Посмотреть, я у нее спросил, телефон там? Она говорит, да, я говорю, его можно взять, посмотреть, пожалуйста, если он, говорит, не разряжен. Никаких вопросов, никаких проблем. Потому что 50% контента на YouTube-канале против лома, это благодаря вам, благодаря вашим просьбам. Наставлениям и так далее. Ну и половину, конечно, мы сами снимаем уже с командой. Ростиславский Борис Сергеевич, 1904-1976 год. Понятно. Ну, в общем, вот как я вам правильно и сказал, 70-е, 60-е, 80-е. Но это этот участок, а мы сейчас пойдем на новый. На новом я уже лучше ориентируюсь. Он с краю. Так, Павлинов. Павлинов Владимир. 1900. Ух ты, очень молодой. 1953-1981 год. 28 лет. Вот такая мода была в 81-м году. Я находил на заброшках фотки. Можете посмотреть дом ведьмы. Самые первые видео. Дом маньяка. Я там находил фотки 80-х годов. Вот там примерно вот так люди все выглядели. Длинные волосы, коре у некоторых. И находил фотографии 90-х годов. Там больше как бы неформальные фото. Всякие волосы разноцветные, если это девушки. И у парней там всякие прически такие, типа ирокеза. Ну, вот 90-е годы. Мне объяснять вам не надо. Вы все знаете это прекрасно. Химия в 90-х была популярна. Ну, потому что мои подписчицы знают все. Даже лучше меня иногда. Калинины Борис Афанасьевич. 1903-1976 фотографию не видим. Дарья Ивановна 1907-1988. Здесь уже участок такой заброшенный. Тут видим подготовили. Уже забетонировали заранее. А может быть нет. Скорее всего здесь кто-то похоронен. Просто недавно подготовили, забетонировали. Потом будут памятник устанавливать. Ну, в общем, там есть вариации, скажем так. Двигаемся дальше. Мне могилу бы найти вот ее мужа. Потому что хорошо, когда геолокацию указывают на карте. И по GPS-навигации спокойно можно найти. А здесь, а здесь молодая женщина похоронена. Сейчас посмотрим. Булгакова Зинаида. 1933-1975. То бишь, ей было 42 года. Ясно, здесь заброшенное захоронение. Уже. Лебедева Серафима. 1927-2001 год. Мужчина 1914-1976 год. 62 года свежее захоронение. Здесь заброшенные. Без опознавательных знаков и табличек. Ну, все, мы двигаемся потихонечку к могиле, из которой, по утверждению моей подписчицы, происходили звонки. Да, возможно, номер кому-то могли отдать, вы скажете. Спустя там полгода, год проходит, номер передают новому владельцу. Но, внимание, она перезванивала все эти годы. Это больше 10 лет. И там, говорят, что абонент в сети не зарегистрирован. Все, то есть он никому этот номер не отдался. Другому владельцу, я имею в виду, не отдали его, не передали. Крючков ФВ. 1893-1976. 83 года. Ясно. Это получается, где-то он 2010-2012, вот таких годов где-то должен быть похоронен. Ну, то есть надо искать одиночную могилу в итоге. Новый участок в 12-м секторе, она сказала. Бурлин Иван Степанович, 1915-1982 год, казалось бы, да? А это уже прошло 42 года. Полвека. Ну, вот такое кладбище. Как вы можете понять. Дождь идет. Есть, конечно, новые участки, новые могилы, я имею в виду. Есть совсем старые. Как вот, например, мы с вами можем наблюдать. Так. 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 памятник зацвел. Памятник зацвел. Кузина Мария. 1909-2009 год. 90 лет. 1900. Не вижу. 1975 год смерти. Понятно. Все. Все. Давайте сделаем так. Так. Я сейчас найду захоронение этого мужчины. Там, по идее, должен находиться мобильный телефон, который она две недели назад туда отнесла. И продолжим съемку. Чтобы не растягивать контент. И чтобы не тратить ваше время. Весна, огороды, дачи, домашнее хозяйство. Поэтому, чтобы сократить контент, сейчас я найду. И конкретно буду показывать уже с могилы. Продолжение ролика. Не переключайтесь. Впереди самое интересное. Итак, дорогие мои, что-то я пока не могу найти. Вроде бы тот сектор, она сказала, 20 метров от центральной дороги, от главной аллеи. Французов Василий 1930-1979, 49 лет. Ладно, сейчас продолжим поиски. Но сектор точно тот. Вот, по идее, здесь и должно это где-то быть. А тут кто? Горшковый Павел, 1892-1980. Уже фотокарточек нету. Отвалились. И она, Мария Михайловна, 1890-1989. 99 лет прожила. Он 88, а она 99 лет. Год и было бы 100 лет. Ну да, если по 1990-й год смерти и 1890-й год рождения, 100 лет до прожила. Ладно, продолжаем поиски. Сухорукова Зоя Ивановна, 1928-1986. Восемьдесят шестой. 48 лет. Погода нелётная. Так, ага, всё. Нашёл я его могилу. Вот она. Даже с фотографией. Вот телефон. Всё, его, да. Так, фамилия. Адеев Виктор Сергеевич. 1949-й год рождения. 2013-й год смерти. Всё правильно. Если 13-й год, она сказала 12 лет. Вот 11 лет. Ну, получается, когда он там умер, может, в конце года сейчас будет уже 12. Телефон лежит, но он намок, он мокрый. Он намок очень сильно, неизвестно. Старенький такой телефон, но это и понятно. Так, а сколько ему лет было, когда он умер? 49-й. 13-й. Считаем. 64 года. Ну, да. 64. Ну, она, так и говорит, 63. И вот где-то почти 64. Всё правильно. Единственное, я вам хочу сказать, что такие телефоны, они зарядку держат долго. Это не то, что сейчас современные андроиды, айфоны, они там быстро, сутки и всё, зарядка. Такие долго держат. Но здесь может у нас возникнуть проблема в том, что дождь, если аккумулятор промок, включить не получится. Знаете, что я хочу проверить? И у неё спросила, она сказала, да, проверь, поступали ли пропущенные звонки за вот эти две недели, которые были, которые у неё точно телефона не было, а она сюда его принесла и оставила, как ей сказала, гадалка-ведьма. Какая-то местность здесь сильная из Московской области. Ну, да ладно. Я тоже потомственный колдун, энергет, биоэнергет, космоэнергет, хиромант, человек, изучающий паранормальные явления, человек, общающийся с потусторонним миром. Поэтому я профессионал. Но вам не советую этими делами заниматься, неподготовленные люди. Это навлекёт беду на вас очень сильно. Поэтому ни в коем случае. И вот она ей посоветовала сюда принести и положить телефон. Это правильное решение было. Но мы сейчас с вами... Какие-то звуки уже... Пугающие, страшные. Хочу проверить, и если были пропущенные, перезвонить. Вот мы сейчас с вами послушаем на том проводе, что там нам ответят. Так, ладно, сейчас я камеру протру от дождя и продолжим съёмку. Всё, камеру протёр, съёмка пошла, смотрим. Его надо вытереть. Будем надеяться, что аккумулятор жив и не промок от сырости. Это хорошо, что она его положила экраном вниз. Самсунг. Пробуем включить. Есть! Есть! Ну вот, фотографии уже тяжело разглядеть. Смотрим, сейчас пропущенные, посмотрим, долго загружается. Памятник то ли выцвел. Очень плохо памятник приспособлен к условиям внешней агрессивной среды. На московская область здесь считается условия, внешние условия среды агрессивные. Потому что морозы, потому что дожди, потому что ветер постоянно. Мягкие условия среды это юг, вот допустим, да? Такой умеренный какой-то полис. Смотрим. Так, да. Одиннадцать пропущенных. С одного номера. Сейчас я сравню этот номер, который она мне давала. Я записал его на свой телефон. Чтобы понять, этот ли номер. Вот ее мужа покойного, который здесь именно похоронен. Телефон вместе с ним. Это частая практика, частые явления. Телефоны класть и включать. Даже включенными оставляет. Ну, соответственно, за один след он должен был разрядиться. Номер московский. Последняя цифра сейчас. Да, это он. Это этот номер. Это пока тяжело. В это верится тяжело, но мы с вами видели многое на YouTube-канале. Сейчас будем перезванивать на этот номер на громкой связи. Как же здесь позвонить? Сим-карта. Мы сейчас баланс надо ее проверить. Позволит ли нам совершить звонок? А иначе тогда придется выключать останавливать. В общем, да, есть. 10 рублей даже. Отлично. А то бы мне пришлось перекидывать. Сначала узнавать ее номер. Вот этого телефона. Но конкретно здесь операторы рекламировать не буду. Ну и не важно, в общем. Как же здесь посмотреть? Вот пропущенных. 11 пришло смс. Только что. Потому что я его включил. То есть звонки продолжаются. Вот отсюда. Звоним. Сейчас я камеру поднесу ближе к телефону, чтобы слышать. Микрофон я не брал. Громкая связь. Вызываемый абонент сейчас не может ответить. Возможно, его телефон разрежен. Или он находится вне зоны действия сети. Например, летит в самолете. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Не может ответить абонент. Давайте еще раз позвоним. Вызываемый абонент сейчас не может ответить. Возможно, его телефон разрежен. Или он находится вне зоны действия сети. Например, летит в самолете. Вы можете оставить. Например, летит в самолете. И вот, собственно говоря, подписчица утверждала, что и мы убедились с вами, я лично, в своем глазах, 11 пропущенных. Выключаем, дабы не тревожить эту историю, дабы не тревожить покойную душу. Соответственно, телефон оставляем здесь. Если интересна эта тема, давайте так. Здесь уже сложнее, потому что разрешение придется спрашивать опять у моей подписчицы. А это только за 3000 лайков я могу приехать сюда и заночевать, включая этот телефон. Если он даже разрядится, я могу вставить сим-карту в свой телефон и принять этот звонок ночной. Звонит где-то с 11 вечера, чаще после 12 и до 5 утра. Бывали даже утренние звонки до 7 утра, поэтому ночевать придется точно. Если этот ролик набирает 3000 лайков, сразу же прям я ночую и принимаю звонок с этого телефона или вставляю сим-карту здесь, именно на этой могиле. Но я с оператором приеду, сразу скажу, один я ночевать здесь не буду. И мы примем этот звонок из могилы. Телефон я выключил, оставляю здесь, как и был. Даже если он намокнет к тому моменту, когда этот ролик наберет 3000 лайков, я вставлю сим-карту в свой телефон, поговорю с подписчицей. Она любит смотреть канал против лома. Она любит такие темы. И как бы вот она в теме всей этой. Поэтому, я думаю, проблем не возникнет. Это пока такое дневное лайт-видео легкое. Потому что будем думать. Я вам еще раз говорю, если вам это интересно, вы ставите лайки, мы снимаем. Если нет, соответственно, я вижу, что мы видим команда, что не набирает. Значит, вам это не интересно. Соответственно, переориентируемся на другие какие-то ролики, на другие продолжения. А я дальше буду снимать продолжение по всем тем. Кармические долги отдавать, где вы все пролайкали. Буду вторые части. Вот сейчас снимать, дальше также продолжать. Как уже вы видите, что мы начали снимать продолжение. И все, будем это доснимать до последнего ролика. Не волнуйтесь. И интервью успеете, и все. Все помним, не волнуйтесь. Все это вот, 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 вот. Самое главное, оставайтесь YouTube каналом против лома. Друзья, ну а на этом на сегодня все. Наш ролик подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал. Если вы еще не подписались, немедленно это сделайте сейчас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Распространяйте этот ролик. Заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Ну а с вами был, как всегда, я. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Берегите себя. Всего хорошего. Удачи вам. И пока.